Спасибо за просмотр! В общем, я очень рад тому, что вот такой совет работает. Значит, по поводу выступления сегодняшнего. Здесь написано три фамилии, которые и три организации. Это не значит, что это авторы, на самом деле, настоящего, так сказать, всех результатов, о которых я буду говорить. Это скорее те люди, которые стояли у истоков этой разработки. То есть я буду говорить о квантовых точках, о перспективах их использования, о том, что это такое. Ну и немножечко я начну с такой истории. Мы начали этим заниматься лет 15 назад, квантовыми точками. И как раз история была такая, что собрались вот эти три человека, Игорь Набиев, Михаил Артемьев и я. И Игорь нам рассказал, что он работал в Америке с Шумиргем Ни, который был аспирантом тогда. И вот он, значит, привез оттуда вот эту вот идею о том, что есть вот такие объекты физические, квантовые точки в форме коллоидных нанокристаллов. И что очень интересно этим заниматься. Ну и с этого, так сказать, работа стартовала. Мы как-то начали этим заниматься. И... Сейчас... Вот, теперь, значит, сами по себе квантовые точки. Физический объект. Известен очень давно, на самом деле. Они получаются, когда Жарис Алферов работал с гетеропереходами, и если у нас в разных гетеропереходах разные постоянные решетки с каким-то смещением, то есть одно относительно другого, то автоматически получаются такие неоднородности, которые позволяют получить ограничения для носителей зарядов по всем трем измерениям. Вот это вот и есть квантовые точки, они, значит, были в гетеропереходах, такие регулярно расположенные, но это еще было не в форме нанокристаллов, но уже тогда начали исследовать их свойства, и они оказались очень интересными. И, в общем-то, тогда были обнаружены такие физические особенности, ну и в частности, вот их флюоресцентные свойства и так далее. Значит, мы работаем с квантовыми точками, которые представляют собой единичные отдельные объекты, то есть квантовые точки в форме коллоидных нанокристаллов. Ну и, значит, что это такое? Сейчас я пытаюсь с чем-то... Здесь мышь не работает, да? Ага, мышь только такая здесь, понятно. Вот, значит, что это такое? Значит, если взять полупроводник, то, естественно, там есть зона проводимости, есть валентная зона, есть ГЭП между ними, это если сплошный материал. Если мы переходим к атому, то, естественно, там выделены уровни энергии. Если у нас такая частица из полупроводника, размер физической которой меньше, чем размер радиуса экситона-бора для этого материала, то у нас получается квантование уровней. Вот, квантование уровней. И размеры экситона-бора для разных материалов вот здесь вот приведены. И важным является то, что возникают такие уровни, с которых происходит замечательная совершенно флуоресценция. Вот так переключаться. Вот, и, конечно, это вызвало такой очень большой интерес после того, как были разработаны методы приготовления массивов таких нанокристаллов одного размера. И это оказались такие моноцветные, очень интересные, очень важные, очень перспективные флуорофоры. Вот здесь вот перечислены на слайде те достоинства, которые имеют эти флуорофоры. Вот здесь вот показаны спектры поглощения и спектры возбуждения для этого диапазона, и спектры флуоресценции вот эти вот узкие, симметричные. Важным является то, что вот эти спектры флуоресценции, положение пика флуоресценции, они жестко совершенно зависят от размера ядра, от размера нанокристаллов. То есть это вот типичная нанотехнологическая система, нанотехнологический объект, в котором, непрерывно изменяя параметр размер, мы изменяем оптические свойства. Ну, и, значит, естественно, эти нанокристаллы меньше, чем 100 нанометров, то есть типичный такой вот нанотехнологический объект. Другим важным моментом является то, что у них очень большая экстинция, то есть они светят очень ярко. И очень важным моментом является то, что они очень фотостабильны. Вот здесь по сравнению с Аликсом Флюером, о котором сегодня, так сказать, упоминалось, пика ретрин, фиц, значит, это все гаснет, а это все светит и светит в совершенно одинаковых условиях. Ну, и важным является, конечно, то, что мы можем возбуждать их каким-то единым излучением. Нанокристаллы разных цветов, и вот здесь вот эти вот нанокристаллы в пробирочке показаны. Я не поленился, принес даже с собой некие, так сказать, образцы. Вот я там хочу вам даже показать, наверное, это будет видно. Ну, вот видно малиновым, они флюоресцируют зеленым. Здесь вот есть голубые, разные, так сказать, цвета. Сейчас вот видно, да? Вот флюоресценции, вот они разных цветов здесь. Просто вот эти образцы, это просто они размазаны по стенкам у меня здесь в пробирках. Вот они яркие, флюоресцирующие, и самое главное, возбуждаются одним единственным источником возбуждения, что очень важно, особенно для многоцветного анализа. Теперь далее. Можно регулировать, естественно, размером, выбирая материал такого полупроводника, материал нанокристалла. Можно покрыть практически весь диапазон от ультрафиолетового, используя цинкум-С до инфракрасного и уйти туда, используя свинцовые из мышьяка, из Индии, из ртути пары. Далее. И мы очень любим работать с кадмиселеном. Почему? Потому что они самые яркие, и они как раз светят, флюоресцируют в той области, которая соответствует видевой части спектра, что очень удобно, поскольку мы используем вот эти вот системы с теми приборами, которые у нас рутинно имеются. Проблема их заключается в использовании в том, что вот это ядро, флюоресценция очень сильно зависит от окружения. То есть как только мы ее из координационного раствора вынимаем, как только мы пытаемся перевести в водный раствор, они тут же тухнут. Но выход из этого, создание оболочки из более широкозонного полупроводника, вот здесь вот ядро из цинкум-искадмиселена, а цинкум-С оболочка, и фактически получается вот такая вот электронно-энергетическая структура, которая диссипацию энергии беззвучательную препятствует вот такой диссипации. Как они делаются? Это 1996 год, была опубликована первая статья о высокотемпературном синтезе таких нанокристаллов коллоидных, когда используется система такая синтеза, что так называемая размерная фокусировка, то есть они вырастают до определенного размера, в зависимости от условий реакции, и в общем-то как бы они на этом размере останавливаются. И это очень здорово, потому что при этом удалось получить очень высококачественные, с малым количеством дефектов, нанокристаллы, монодисперсные по своим размерам. То есть нанокристаллы одного цвета. Но опять же, это высокотемпературный синтез в органической системе. То есть в приложении к нашим задачам, биологии, медицины, конечно, это большие трудности, и поэтому их надо было провести, как-то модифицировать поверхность тем, чтобы они стали водорастворительными. И вот я как-то сейчас возвращаюсь немножко назад, я как-то пропустил вот этот вот момент. Значит, когда проанализировали вот эти вот свойства таких нанокристаллов, конечно, все находились в неком состоянии эйфории. Это приблизительно 2002-2003 год. И казалось, что вот сейчас мы возьмем вот эти нанокристаллы, заменим ими органические флюорофоры, и у нас получится так все здорово. И, ну, это не только, это, так сказать, общемировая была такая эйфория, даже было довольно много работ, и был, у меня есть некий доклад там какого-то третьего или четвертого года, анализ рынка, и там рекомендовали вкладывать, так сказать, деньги именно вот в те фирмы, которые занимаются нанокристаллами, потому что планировалось, чтобы в 10, в 100, в 1000 раз увеличится стоимость вот этого производства, доходность огромная. Вот, и были опубликованы графики, как будут, так сказать, развиваться вот эти вот системы. И надо сказать, что они довольно точно угадали. То есть, вот, развитие вот этих квантовых точек, этих нанокристаллов, производства их, они планировали так, что будут не очень сильно развиваться потребления просто нанокристаллов, как флюорофоров, но будет очень интенсивно развиваться применение инструментов в медицине и биологии, в дисплеях, в источниках света, в лазерах на основе таких нанокристаллов. И, в общем-то, было все угадано, кроме денег, на самом деле. То есть, если вместо денег подставить туда количество публикаций, которые, так сказать, сейчас публикуются, то получается все очень точно. Именно вот по этим направлениям количество публикаций именно в такой пропорции растет. А в смысле денег оказалось, что это все совсем непросто, что вот эти вот системы оказались очень капризными. То есть, если работаем с органическими флюорофорами, то мы точно знаем, что, допустим, к антителу мы привязываем ковалентно каким-то образом флюоресцирующую молекулу, флюоресцентную или какой-то биологической другой молекуле. А здесь очень большие сложности. Во-первых, это, кстати, большая поверхность. Непонятно, сколько там прицепилось, как прицепилось, каким образом, каким боком прицепилось. То есть, оказалось, вот этот вот момент важный. Второй момент, по которому оказалось все сложно, дело в том, что за много-много лет работы с флюорофорами органическими вся наша техника, она как бы заострена на использовании вот этих флюорофоров. Из них вынимают все, что только возможно по своим, так сказать, возможностям. А точки квантовые, когда мы начинаем, так сказать, использовать, то, оказывается, надо идеологию приборную менять. Ну, в частности, квантовые точки, они очень устойчивы. И мы можем использовать плотность энергии для возбуждения гораздо выше. Тут мы, так сказать, выигрываем очень много в чувствительности, но при этом надо сразу думать, а как будет, насколько устойчив будет та молекула, который, тот объект, который мы исследуем при таких высоких излучениях. И как подбирать длину волны этих излучений, что этого излучения, чтобы, так сказать, не воздействовать, не портить вот этот вот объект, с которым мы там начинаем работать. Но это вот такое вот отступление. Теперь, значит, еще одно отступление. То, что вот я назвал трех авторов, как бы, вот этой работы, это, на самом деле, это просто те люди, которые стояли у истоков. А на самом деле, конечно, это работа огромного коллектива. В частности, вот то, что касается солюбилизации, функционализации поверхности, модификации поверхностей нано-кристаллов, создания вот таких водорастворимых форм. Тут, конечно, эта работа была в ИБХ, и тут вот присутствует Алла Николаевна Генералова, Светлана Асизова, которые, так сказать, вклад огромный внесли. Это, конечно, так сказать, их авторская тоже, так сказать, работа. Вот, теперь, значит, что делается? Ну, вот здесь вот показаны три типа нанокристаллов, когда мы солюбилизируем с помощью небольших молекул, это всякие меркаптокислоты, уксусная, янтарная, цистинзы, стиамин. То есть мы можем регулировать, варьировать заряд поверхностный. Но это получается с тонким слоем. Ежели мы, так сказать, делаем полимерную оболочку, получается более толстый слой. Но это другие задачи. Это когда надо вводить в какие-то системы, где требуется стабильность, устойчивость. Ну и, наконец, последнее. Можно закатать эти нанокристаллы в латексы. Причем закатать эти нанокристаллы разных цветов в разном соотношении. И таким образом реализовать спектральное кодирование. Спектральное кодирование системы для многоцветного такого меча. Ну и вот здесь вот некая, так сказать, картинка, которая показывает то, в каких направлениях мы их используем, развиваем. И тут, во-первых, визуализация объектов, устройства для индикации, идентификации, ну, естественно, с выходом на диагностику, некие сенсоры и, наконец, гибридные устройства. Вот такие вот четыре глобальных направления. И я по неску слов остановлюсь на каждом из них и, так сказать, расскажу. Ну, во-первых, визуализация. Естественно, для визуализации надо создавать конъюгатор, когда у нас есть такая квантовая точка, такой нанокристалл, к которому мы привязываем распознающие молекулы. Это может быть либо маленькая система, либо побольше, ну, в зависимости от того, для каких применений мы это все планируем. Ну, и вот первые наши опыты были. Мы сделали, так сказать, проявили на блотинге наличие ДНК топа из Мираза-1. Но здесь, в общем-то, ничего особенно революционного нет. Это просто, так сказать, демонстрация возможности того, что нанокристаллы, как и органические красители, можно использовать. Но в этой ситуации органические красители, может быть, даже и лучше. А вот это вот более интересная вещь. Это конфокальная микроскопия, это реконструкция изображения, распределение PGP, это белок P-гликопротеин, по поверхности клетки. Ну, здесь мы, так сказать, очень, так сказать, игрались долго. Здесь сняли несколько сотен сканов. Вот здесь вот показана реконструкция из 130 сканов. То есть мы там работали с этой клеткой там несколько часов, и они у нас светили, 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 в отличие от органических красителей, которые давно были погасли в этой ситуации. Ну, вот две еще иллюстрации, когда мы метили раковые ткани с помощью коньюгатов, которые мы делали. Ну, и еще, значит, вот здесь вот картинка, это просто тоже иллюстрация. Я проскочил обратно, могу вернуться? Могу. Вот, значит, еще одна картинка, просто иллюстрация того, что, ну, это, понимаете, наночастицы, размер их там несколько нанометров, побольше, поменьше. Нам интересно было, как одинаковые наночастицы проходят сквозь барьеры какие-то, сквозь клеточную мембрану, например. Ну, и здесь вот просто клетки вот такого типа были инкубированы с зелеными, и с красными нанокристаллами. А я говорил, что красные и зеленые, они отличаются размером приблизительно в два раза. Там три нанометра и где-то порядка пять с половиной нанометров ядро. Ну, и, соответственно, они, видите, накапливаются в разных компактных клетках. Ну, вот, так сказать, вот просто такая иллюстрация. То есть, в принципе, мы можем делать нанокристаллы с разными поверхностными свойствами, смотреть, как вот это вот проходит по организму. Эта работа сейчас ведется, уже, так сказать, даже на живых каких-то объектах работаем. Ну, вот здесь слайдов нет. Вот здесь вот тоже интересный результат. Когда я его демонстрировал, этот результат, он критику вызвал довольно большое. Дело в том, что здесь в пищевод просто введена капсула с небольшим количеством нанокристаллов. Ну, я всегда, так сказать, опять же отвечаю то, что там настолько маленькое количество нанокристаллов. Это сравнимо с тем, что накапливается в живой ткани. И, тем не менее, на томографе оптическом мы, от этой маленькой мышки, можем видеть эту капсулу. Далее, индикация и идентификация биологических объектов. Ну, здесь, так сказать, это работа, которая, часть работы, которая посвящена созданию технологии на основе микрочипов. Ну, что такое микрочипы, все знают. Это некие небольшие такие лаборатории, буквально, так сказать, вот размером там несколько миллиметров, характерный размер, на котором нанесено большое количество распознающих каких-то элементов. И этот объект, этот вот инструмент, этот микрочип позволяет провести тысячи различных, так сказать, происследовать тысячи различных вариантов и получить огромное количество информации от микроколичества вещества характерного. Ну, вот как бы есть два типа микрочипов. Это, во-первых, планарные плоские, когда у нас эти распознающие элементы распределены по поверхности в определенном порядке. И когда происходит какое-то взаимодействие, какая-то мишень с определенным своим, распознающей своей молекулой взаимодействует, это проявляется и может быть зафиксировано, зарегистрировано, и можно понять, какие мишени присутствуют в растворе. Это один подход. И противоположный другой подход, альтернативный, это использование жидких микрочипов. Это частицы, которые спектрально кодированы, которые находятся в жидкости, и на частице с определенным заданным кодом спектральным к ней присоединены распознающиеся, соответственно, молекулы. То есть аналогично такой системе, но это все происходит в растворе, и каждая частица является таким индикатором, связалось с ней что-то или не связалось. Ну, естественно, такой проблемой является то, что каждую частицу надо проанализировать отдельно. Но такие системы существуют, многие, наверное, работали с системой Luminex, так называемой. Там используются два красителя, приблизительно 10 уровней у них интенсивности, то есть 100 до 100 спектральных кодов, и такие системы используются достаточно успешно. Если использовать квантовые точки, как я сказал, квантовые точки замечательны тем, что они возбуждаются все цвета одним источником возбуждения, то можно, в принципе, увеличить количество цветов. И вот, допустим, если мы имеем 5-6 цветов и 6 уровней интенсивности, то, соответственно, у нас уже 10-40 тысяч разных кодов. То есть это уже, так сказать, большой, получается такая система, большой набор, который позволяет регистрировать огромное количество различных объектов. Но проблема является в том, что каждый, естественно, элемент такого микрочипа жидкого надо проанализировать отдельно. И тут существует два пути. Первый путь – это использование проточной цитометрии, когда частицы проходят через определенный канал и анализируются отдельно. Либо микроспектроскопии, когда у нас выкладывается все на поверхность, и опять же анализируется каждая по отдельности. Ну, вот здесь вот такие вот системы были тут же сделаны и получены некие результаты. Одна из наших работ, это несколько лет назад, это было сделано, было сделано фактически первое применение таких систем в клинической протеомике. Но степень мультиблексности, конечно, я сразу признаюсь, очень низкая. Здесь всего двойка. Идея была такая, что в растворе присутствует то, о чем я рассказывал, некая частица спектрально кодированная. Вокруг плавают некие сигнальные распознающие молекулы с флюорофором. И если появляется детектируемый объект, у нас образуется вот такой вот конъюгат. Дальше этот конъюгат регистрируется в проточном цитометре. И мы наблюдаем смещение пятна. Вот здесь вот смещение. Это один и тот же объект, он смещается за счет того, что появился вот этот вот второй флюорофор. Либо там у нас другой был флюорофор, то есть смещение другого пятна. Это был диагностиком на заболевание склеродерма, системный склероз, то, что называется. И в качестве такого антигена мы использовали ДНК, опять же, топоизомиразу-1, с которым мы долго-давно работаем и которые хорошо знают. Это значит, что это один формат, который мы использовали. Другой формат. То, о чем Иван сегодня говорил, тоже это ФРЕД. Это значит, здесь у нас были квантовые точки в такой частице, но снаружи у нас уже был краситель, который сигнальный, Алексей Флёр. То есть у нас фактически... И возбуждали мы так, что возбуждаются только квантовые точки, а в этом диапазоне Алексей Флёр возбужден быть не мог. Вот здесь вот схема получается такая, что мы возбуждали синим возбуждением, соответственно, при этом могли светить квантовые точки. И если у нас не образовывался такой коньюгат, то на этом все и заканчивалось. И мы видели только один пик флоресценции. Ежели у нас образовывалась вот такая вот система, когда привязана к присутствию детектированного объекта, у нас происходил перенос энергии, здесь достаточно хорошее перекрытие было, возбуждался уже Алексей Флёр, и у нас появлялся второй пик. Ну, это вот тоже на той же системе мы реализовали, и у нас, в общем-то, так работало все очень даже хорошо. И вот я хочу просто, так сказать, достоинство таких микрочипов, в отличие от плоских. Оно заключается в чем? Плоский микрочип, когда делается, он делается с помощью робота, делается все одновременно, и протокол привязки, в общем-то, он какой-то вот жестко заданный, он для всех распознающих элементов, он совершенно одинаковый. В данной ситуации мы можем делать все в отдельной пробирке, каждый элемент микрочипа, а потом просто смешивать их в определенном растворе. И что очень интересно, допустим, у нас там есть тысяча различных вариантов, может быть, вот, но мы, так сказать, смогли бы использовать, но нам нужно использовать определенный, мы ищем определенный набор каких-то маркеров, и мы просто собираем суп прямо вот здесь у себя на лабораторном столе. То есть вот такая возможность, по крайней мере, вот, достоинство вот этой вот системы потенциально. Ну, я хочу сказать, что на самом деле, так сказать, трудности создания настолько велики, что очень много работы публикаций на эту тему, но на рынок еще с этим никто не вышел. То есть таких систем, которые были бы, продавались бы, в общем-то нет. Теперь, как вы помните, третье, так сказать, направление было это создание неких сенсорных систем. Это, значит, основано на чем? Основано на том, что используется взаимодействием либо между квантовыми точками непосредственно, либо квантовыми точками тушителем, либо квантовыми точками какими-то органическими флюорофорами. Основано на эффекте ферстерского резонансного переноса энергии. Значит, ферстерский резонансный перенос энергии, он определяется фактически двумя параметрами. В основном расстояние между донором и акцептором и степенью перекрытия, интегралом перекрытия между спектром флюоресценции донора и спектром поглощения, спектром возбуждения или поглощения акцептора. И опять же, значит, вот здесь вот подчеркнуто, насколько квантовые точки являются хорошими объектами в качестве доноров. То есть, во-первых, у них широкий спектр возбуждения. Мы можем, так сказать, достаточно далеко от длины волны эмиссии возбуждать эти квантовые точки, то есть снижать эффект такого паразитного, непосредственного прямого возбуждения акцептора. И опять же, так сказать, мы очень четко варьировать, можем подбирать длину волны эмиссии квантовых точек с тем, чтобы максимально был интеграл перекрытия таких систем. Ну, здесь вот некие примеры показаны, то есть подходы, которые мы реализовываем. Ну, во-первых, это по изменению расстояния между донором и акцептором можно, так сказать, это делать. И фактически... Здесь что-то непонятное получилось, перевернулось все. Значит, ну и фактически вот здесь показаны два таких примера, когда у нас оболочка содержала квантовые точки, они между собой взаимодействуют. И в зависимости... Структура оболочки такова, что ее характеристики менялись в зависимости, селективно менялись в зависимости от наличия ее нафмейт. Ну и, соответственно, у нас изменялась воспроизводима и обратимо изменялась флуоресценция, интенсивность флуоресценции такой системы в зависимости от локальной концентрации меди вокруг. Похожую систему была сделана вот Алла Николаевна Генералова не очень давно, вот когда использовались термочувствительные полимеры и когда у нас были термодатчики. Опять же, это самое я хочу подчеркнуть, что это датчики, которые позволяют определять, оценивать температуру в некой локальной области вокруг вот такой вот системы. Другой подход. Это когда меняется, допустим, в зависимости от параметров среды, меняется спектр поглощения акцептора. Вот такие системы тоже мы пытались сделать совместно с питерцами. И у нас, так сказать, получились тоже некие сенсорные системы. Значит, идея такова, что в присутствии, допустим, ионов кальция, значит, вещество индикаторное меняет свой спектр поглощения, меняется интеграл перекрытия, и мы фактически переходим от калориметрического измерения, когда меняется цвет, к флоресцентному, что, в общем-то, так сказать, дает некий выигрыш чувствительности. Ну и о чем, опять же, Иван сегодня говорил, разрыв, если донор-акцептор, разрыв связи, ну это типа таких систем, типа биконов для регистрации в каких-то процессах, ну, допустим, даже в ПЦРе. Теперь, значит, последний момент, гибридные устройства. Ну, естественно, это очень привлекательная вещь для нас, для всех. Мы пытались сделать гибриды и гибридизуя, конъюнгируя квантовые точки с ДНК, при этом у нас получались такие флоресцирующие проволочки. Ну, интересная работа у нас была сделана с белком с бактериородопсином. Ну, наверное, все это, кстати, знают, потому что в нашем институте бактериородопсин он в какой-то момент был белком, который очень интенсивно исследовался, и очень, так сказать, на него ставили, и планировали, думали, что из него, на его основе могут получаться очень интересные вещи. Значит, белок этот характерен чем? Его нативная функция, природная функция в том, что он переносит протон. На него воздействует фотон, там есть такой хромофор ретиналь, он меняет свою конформацию, смещает этот протон, и дальше по цепочке аминокислот этот протон проходит на одну сторону мембраны, а с другой стороны приходит другой, и опять все возвращается в изначальное состояние. Но интересно то, что при этом, когда проносится этот протон, у него меняется спектр поглощения. То есть вот здесь вот целая серия спектров поглощения, его исходный спектр поглощения 570 нанометров, потом он становится, так сказать, смещается в красную область, потом в какой-то момент вот этот М412, так сказать, форма, ну и потом возвращается к исходному. Конечно, очень привлекательно для нас было попытаться сделать такой гибрид, тем более, что мы можем под каждую форму подобрать свою квантовую точку. Ну, в общем-то, над этим мы продолжаем работать. Но вот что мы на сегодняшний день сделали, это как бы расширили спектральный диапазон исполнения вот этой природной функции бактериородопсина. Значит, для этого были сделаны липосомы, туда встроен этот бактериородопсин, и, соответственно, в присутствии квантовых точек, вместо вот этого спектра поглощения бактериородопсина, который с максимумом на 570, мы как бы добавляли еще спектр поглощения квантовых точек, которые поглощали в синей области, и, соответственно, так сказать, передавали, переносили энергию, и тем самым как бы расширяли спектральный диапазон той энергии, которая могла быть использована для вот этого эффекта. Ну, эффект определялся по изменению pH среды. Эту лабораторную работу, по-моему, многие делали, наверное, здесь. Ну, и вот, значит, этот эффект заключался, проявлялся в том, что где-то процент на 20-25 у нас при облучении белым светом увеличивался перенос протона. Ну, собственно, это все. Опять возвращаясь вот к этому первому слайду, здесь уже, так сказать, вот как-то это то же самое, что было на некоторое время назад, представлены те направления, по которым мы, соответственно, работаем, и то, где мы еще продолжаем, естественно, пытаться развивать наши направления. Ну, естественно, эта работа, она такая широкая, в этом участвовало очень много организаций, людей, то есть это и международные, Испания, Германия, Франция, это и из Питера институты, и московские институты, и фрункенские, и ЗМГУ в нескольких групп. То есть, в общем-то, это, так сказать, достаточно большое направление и широкое, которое вот сейчас у нас развивается очень интенсивно. Ну, вот, собственно, все, что я хотел в этот, этим коротким, я не вписался на данный момент, прошу про себя. Спасибо. Вопросы? Да, да, да. А вот вы говорите, что квантовые точки стабильны, а комплексы, которые используют квантовые точки, и обычный флюорофор, вы же сказали о комплексе квантовой точки, Алекс чего-то там. С Алексе Флюером, да. Но она, наверное, уже не получает все преимущества стабильности квантовой точки. Ну, да, это просто другая задача. Мы просто, здесь не надо было особенностей стабильности, устойчивости и так далее. Нам надо просто зарегистрировать было появление сигнала второго. Конечно, у нас есть работы, когда у нас переносится энергия с одной квантовой точки на другой квантовую точку. Но квантовая точка как акцептор, в общем-то, вот как такая вот регистрирующая акцептор, она не слишком перспективна, потому что она возбуждается тоже легко тем источникам, которые возбуждает и первое. Но, тем не менее, вот такие вот работы мы тоже показывали, возможность такую показывать. Это просто плоские слои, когда у нас идет один полупроводник, второй металл, там еще что-то. Вот это вот как раз граница, это как раз и есть гетроперефод. Понятно, 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 понятно. Объясняем. Да, 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 да. Значит, размеры, вот размеры. Там на одном из первых слайдов были как раз характерные размеры для того, чтобы, так сказать, представить себе, это экситон-бора для разных материалов. Там были экситон-боры, у которого размер, радиус составляет почти 50 нанометров. Конечно, физически не представляется как квантовая точка, но идея эта заключается вот в чем, что, опять же, гетропереходы. Гетропереход можно, так сказать, сделать, допустим, поверхность тонкую из полупроводника, где квантовое ограничение будет только по одному направлению. Можно сделать проволочку из полупроводника, когда будет по двум направлениям ограничения. А можно сделать шарик, где будет по всем трем направлениям. И вот это вот как раз, так сказать, и получило название точка. Квантум-дот по-английски. Ну, в отличие, если такая вот короткая палочка, есть квантум-лая, это проволочка, а есть короткая, это уже квантум-роц. Да, это какой-то шарик. Вот то, с чем мы работаем, это характерный размер ядра, это приблизительно от 2 нанометров. Там порядка где-то 200 атомов. 200 вот. Меньше получается уже плохо, потому что там поглощение от сорции очень маленькое. Ну и фактически там какое-то свечение получить очень сложно. А вот стабилизация квантовой точки, вот к цистаминам, вот это, там цистамин, он привязан ковалентно или все-таки нет? Ну, там поверхность металл, серый цинк. И, в общем-то, там, ну, что значит ковалентно? Это такая связь, она хлипкая достаточно. Ну, там другая есть, так сказать, вещь. Там, в общем-то, он ее как-то опутывает достаточно, так сказать, плотно. И, привязываясь к нему, в общем-то, получается достаточно. Ну, конечно, мы стараемся привязать, чтобы их было несколько. То есть, во всех этих случаях, конечно, опять же, вот те же антитела. Да, речь не идет о том, чтобы одно единственное антитело или менее антитела. То есть, менее антитела у них минус такой, что они фактически одновалентно связываются с мишенью. А тут мы имеем сразу, допустим, целую сетку, которые торчат определенным образом. И, в принципе, можно на этом очень хорошо выйти. Если вы обменяете парку точек индициния, то есть вопрос к токсичности, что мы известно, что на этой токсичности парку точек медленно для атомии. Это понятно? Да, да, да. Значит, есть две крайности. В принципе, квантовые точки, они содержат кадмий. И если, так сказать, направленно ее начинать разрушать излучением резонансно, так, чтобы выделялся, то, в принципе, эту квантовую точку даже, есть такие работы, используют в качестве такого объекта для фотодинамической терапии. То есть, это квантовая точка, которая разрушает вокруг себя все. С другой стороны, если ее хорошо изолировать, если сделать полимерную ополочку, то, в общем-то, опять же, есть работа, когда их вводили в эмбрион мышей, и эти мыши рождались, вырастали и умирали, как обычно, и ничего с ним не происходило. Глаза сверкали. А из организма эти квантовые точки так никогда не вывели, так она и померла бы? Ну, вот этих я не знаю, насколько. Вот я не помню, что бы... Ну, все равно, конечно, это выводится все постепенно, естественно. А есть такие работы, которые тебе показаны, как выводится в организме? Ага, вот сейчас как раз вот со Сверчевской мы тоже, кстати, это делаем. То есть, делаешь с другом? Да, 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 это тоже делается сейчас. Да, и мы делаем, и во Франции делают такие работы. Ну, у меня еще такой вопрос. Вы говорите, что эти мыши прожили всю жизнь, содержат себе квантовые точки. А их попробовали квантовые точки, эти как уделяются эти демоны? Нет, ну я не говорю, что они прожили всю жизнь, содержа. Я хочу сказать, что на них воздействовали в эмбриональном состоянии. Большими, в общем-то, количествами квантовых точек. Что потом с ними происходило, с точками, я не знаю. Но с мышами все в порядке. Ну, я благодарю за внимание. Можно последнее вопрос? Давайте. Вот еще интересная была, вы рассказали вещь про биоконъюгация этого бактериородопсина с квантовой точкой, где расширяется спектральная учреждительность этой молекулы. И, в принципе, молекула не такая хорошая, и ее возможности во много раз могут быть улучшены с помощью вот этого метода. Как Вы считаете, в биотехнологии и в каких-нибудь других нанотехнологиях такой бактериородопсин, он найдет применение? Какие-нибудь, может быть, наноустройства или наноматериалы? Ну, у нас целый проект на этот счет есть, мы с этим работаем. И направленность этого проекта, и фотовольтаические применения, попытка получить даже энергию с помощью вот такой вот системы. Ну, и создать какие-то, ну, так скажем, одномолекулярные системы, типа переключателей, типа каких-то оптоэлектронных устройств. Вот в этом направлении, конечно. Вот он направлен так. Я могу более подробно на этом что-то. А какая-нибудь перспектива, вот, допустим, у источника тока на бактериородопсине есть? Он может побить фотоэлемент или нет? Я думаю, что здесь очень большие сложности, связанные с тем, что он проносит протон, а не электрон. То есть это должна быть система, в которой есть жидкость, которая с одной стороны поставляет протоны, а с другой стороны она их как бы выводит и преобразует в электрический ток. В отличие от электронов, есть другие белки, которые, допустим, реакционный центр, которые на самом деле проводят электроны. Вот это вот напрямую пытаются использовать сейчас. А вот насчет бактериородопсина, ну, тут немножко другая направленность. Вот там цикл бактериородопсина, он имеет еще... Ведь очень много работ за много-много лет было направлено на то, чтобы создать некие ячейки памяти. Дело в том, что когда бактериородопсин проходит свой цикл, если в нужный момент его облучить определенным светом, то он может выйти в некую тупиковую область, в некое тупиковое состояние, в котором он может находиться достаточно долго. Вот на этой основе пытались создать вот эти вот системы запоминания, ячейки памяти. Ну, вот мы тоже, так сказать, в этом направлении пытаемся думать. Спасибо. И сейчас... Да, следующему передаю слово. Спасибо. 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 Продолжение следует...